всем привет мое предыдущее видео называется стопорширский бультерьер или прогулки с лонгбордом извиняюсь за немного некорректное название так как в том видео я катаюсь не на лонгборде а на небольшом крузере но с тех пор прошло достаточно много времени она была записана еще в апреле а сейчас уже середина июля и я можно ли так сказать пересел перестал с небольшого крузера на лонгборд так как мне очень понравилось на доске это была моя самая первая в жизни доска несмотря на то что мне уже скоро 33 года в общем я так кайфанул стал кататься без собаки серьезно подошел к вопросу выбора второй доски и купил себе лонгборд от фирмы хепри хепри или хепри ребята как вас правильно доски называются хепри скорее всего в общем я не буду долго рассказывать про то как я выбирал доску просто хепри если думаете о покупке лонгборда посмотрите что делают эти ребята в этом видео поговорим о преимуществах и недостатках прогулок собакой на доске первое о чем я хотел бы сказать это то что когда я только задумывался о каком-то дополнительном виде транспорта чтобы разнообразить наши прогулки я рассматривал роликовые коньки но не долго так как ролики вам нужно брать с собой где-то переобуваться потом заново переобуваться их складывать в рюкзак в общем вот этот мне весь процесс не нравился и ролики я так покупать не стал я думаю про электросамокат серьезно так задумывался прям чуть ли не купил думал про велик но не долго и как-то неожиданно мне пришла в голову вот эта вот идея купить доску и это было просто замечательная идея самая лучшая для прогулок собакой сейчас объясню почему как-то раз я арендовал электросамокат и мы попробовали собакой вот так вот двигаться она бегом я на электросамокате получилось так себе честно скажу потому что вы должны держать руль и вы должны держать поводок но если у вас супер послушная собака и она никуда не побежит ни за какой кошкой ни за другой собакой тогда может быть вы просто гуляете с ней без поводка катись на электросамокате она бежит за вами этот вариант можно рассмотреть но он мне не подходит так как у меня всегда должен быть в руках поводок держать руль и держать одновременно поводок так себе идея собака чуть дернула и вы уже летите с этого самоката а вот когда качество на доске замечательно ты просто на ней стоишь у тебя руки свободны и ты уже собаку можешь контролировать с помощью поводка без каких-либо проблем ну относительно без каких-либо проблем потому что проблем там хватает и так главное что нужно помнить когда мы едем на доске с собакой нужно научить ее понимать когда можно бежать вперед сломив голову а когда нужно двигаться рядышком и вот это очень очень сложно у меня одна это есть две команды то есть эта команда со мной которая подразумевает просто свободное такое движение движение рысью но не голову то есть не тянуть поводок и двигаться относительно спокойно рысью рядом и команда вперед это когда можно просто со всей дури со всех но припустите вообще так чтобы только пятки сверкали вот эти вот две команды я использую но не скажу что они работают прям идеально я имею ввиду команда а первое вот это вот со мной она еще одна команда должна быть это конечно команда остановки то есть я использую по разному я иногда говорю типа slow down на английском типа словам словам вот и когда я ногу спускаю на асфальт и начинаю тормозить уже собак привыкла слышит она этот шоркающий звук и она сбавляет свою скорость очень надо быть с этим осторожным потом видео посмотрите как это все выглядит вот эти вот три основные команды то есть со мной спокойное движение вперед когда можно бежать сломить голову и а команда для остановки и я обычно одеваю на собаку шлейку чтобы иногда дать ей возможность меня потянуть ну и вообще не то что дать ей возможность она сама как бы нарывается всегда на вот эту возможность она хочет вперед и вперед пред как так кайфово конечно же кататься на доске собака бежит радуется ты катишься и прохожие вокруг всего-то нифига нифига дети там орут о мама мама посмотри что происходит вот все радуются но нужно конечно быть предельно осторожным потому что собака может ломануться в сторону увидев внезапно кошку такое случалось вот она и кошка может ломануться к собакам что еще может она просто невнимательно как-то его свое движение соотносить с доской и забегать вперед такое тоже бывает и при остановках надо быть осторожным и еще немаловажный момент у нас во многих местах асфальт отвратительный то есть нужно более менее уверен на доске стоять чтобы не навернуться с нее и большая кочка камушек и все уже вы можете потерять баланс и вспахать лицом асфальт готов надо хавки чуть-чуть собой взять дай возьмем хавки ждать или ждать вот тебе ништячки а то что подождала рядом прости или рядом или нет рядом кто там кричит рядом движение по двору должно быть максимально осторожным так как здесь много машин много людей люди ладно машина опасных или со мной тихо со мной стой или ждать иди сюда главная задача сделал так чтобы он не бежал их их бешеная по команде со мной надо двигаться рядом со мной и так хочется или со мной нет со мной не отели нет со мной со мной вот так опасно не отели со мной потихоньку нет нет не может не может удержаться перед нет кошку ищешь вот она и кошка а и и Субтитры подогнал «Симон» Вот так вот выглядят наши прогулки с доской. Весело, задорно, экстремально. Кататься или нет, решать, конечно же, вам. Выбирайте, что больше по душе – ролики, велик, либо доска. Я за движуху. Мне прямо было прикольно, когда я первый раз встал на доску и прокатился. Я хочу выразить большую благодарность своей собаке за то, что она открыла для меня новое хобби. Я без нее стал кататься по вечерам, когда погода позволяет. И когда есть время, я просто беру доску и еду кататься по улицам. Так что большое ей за это спасибо. Пробуйте что-то новое. Увидимся. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»